Всем привет! В этом видео хочу зачитать для вас вопросы по 95 коду, которые могут попасться на экзамене на C95 код. Именно по этим самым вопросам и ответам я готовился к сдаче теоретического экзамена на C95 код. Также предлагаю и вам ознакомиться с этими вопросами. Итак, погнали! Как правильно погасить пламя? По ветру от места начала горения к пламени. Сколько печатной бумаги цифрового тахографа должно находиться с собой в транспортном средстве, оборудованном цифровым тахографом? Должно быть достаточное количество, чтобы по требованию должностного лица контролирующего органа можно было распечатать информацию за текущий день и 28 предыдущих дней. Разрешается ли водителю транспортного средства, у которого нет карты водителя для цифрового тахографа, управлять автомобилем, оборудованным цифровым тахографом? Запрещается. Нужно ли при осуществлении перевозок экипажем из двух водителей обоим водителям вставлять свои карточки в цифровой тахограф, если транспортное средство оборудовано цифровым тахографом? Карточки обоих водителей должны находиться в цифровом тахографе. Какова продолжительность времени вождения транспортным средством за две последовательные недели? Время вождения за две последовательные недели не должно превышать 90 часов. Предусмотрено ли регулой 561-2006 возможность сокращать период еженедельного отдыха? Период еженедельного отдыха можно сократить не менее чем до 24 часов подряд, но сокращение должно быть компенсировано соответствующим периодом отдыха до конца третьей недели, следующей за упомянутой неделей. Предусмотрено ли регулой 561-2006 возможность сокращать период регулярного еженедельного отдыха? Период регулярного еженедельного отдыха можно сократить не менее чем до 9 часов подряд, не чаще трех раз в неделю. Что происходит при длительном движении перегруженного автомобиля? Значительное нагревание покрышек. Действие водителя, внезапно обнаружившего перед собой на проезжей части пешехода. Тормозить. На сколько тир перевозок действует Carnet Tier? На одну тир перевозку. На какие группы товаров запрещено оформлять Carnet Tier? На крепкие алкогольные напитки и табачные изделия. На каком языке заполняется Carnet Ata? На английском языке. Что нужно соблюдать водителю при перевозке сыпучего груза? Накрыть груз. Груз рассыпать равномерно по грузовому отсеку. Правильные ответы 1,3. Какие углы крепления Альфа и Бета рекомендуется использовать при диагональном способе крепления груза? От 10 до 60. Для крепления древесных материалов можно использовать ремни, тросы, цепи. Все перечисленное. Против каких перемещений закреплен изображенный на рисунке груз? Против перемещения в направлении движения. Использование колес меньшего радиуса позволяет тягачу увеличить вместимость грузового отсека. На стабильность автомобиля с цистерной более всего влияет резкое маневрирование. При движении в городских условиях увеличению расхода топлива способствует резкое увеличение скорости и следующее за ним резкое торможение. При движении тягача с полуприцепом цистерной меньше вероятность опрокидывания, если у полуприцепа три оси без сдвоенных колес. Жидкость AdBlue вводят в выпускной коллектор. Аккумулятор автомобиля содержит токсичные вещества, взрывоопасен, содержит химические агрессивные вещества. Все выше указанное. Кто отвечает за издержки, повреждения и потери, возникшие из-за неправильного заполнения товарно-транспортной накладной? Отправитель. Накладная ЦМР – это международная товарно-транспортная накладная. Силовой крутящий момент всегда больше, так как приложено большее плечо. Обязательно ли использование товарно-транспортной накладной ЦМР при осуществлении международных грузовых самоперевозок? Нет. Второй экземпляр накладной ЦМР сопровождает груз. Цель конвенции ЦМР – стандартизация правил, регулирующих договор международных грузовых автоперевозок. Какие ущербы не возмещает обязательное страхование гражданской правовой ответственности? Ущерб, нанесенный камнем, вылетевшим из-под колес другого транспортного средства. Разрешено ли заполнять согласованное соглашение за границей? Да, если это разрешает законодательство соответствующей страны. Водитель переключает передачу в зависимости от нагрузки автомобиля, дорожных и погодных условий, оборотов двигателя, всех вышеперечисленных обстоятельств. Блокирование механизма дифференциала при движении по грязевому или скользкому покрытию обеспечивает, уменьшает вероятность пробуксовки. В случае внезапного дефекта насоса усилителя руля существует риск, что водитель автомобиля не сможет повернуть руль и автомобиль продолжит движение в прямом направлении. Сколько крепежных средств надо использовать при диагональном креплении груза? Не менее четырех. Как должен быть закреплен грузовой контейнер стандарта ISO на грузовой платформе автомобиля? Специальными креплениями. Водитель не должен выключать стояночный тормоз, если на контрольной панели стоящего автомобиля горит индикатор, предупреждающий о низком давлении в пневматической тормозной системе, так как рабочий тормоз может не удержать автомобиль. Если во время поездки обнаружено повреждение усилителя руля, надо немедленно остановиться, произвести ремонт или вызвать помощь. Если двигатель работает с минимальным удельным расходом топлива, то обычно расход топлива литры на 100 км увеличивается, так как двигатель загружен. Снижение расхода топлива автомобиля способствует движение с меньшей скоростью. Кто гарантирует оплату таможенных налогов латвийскому государству, а также штрафных процентов за каждую международную грузовую автоперевозку, проводимую используя Carnet TIR? Латвийская ассоциация международных автоперевозчиков Latvias Auto. При каком из указанных случаев торможения гасится наибольшая кинетическая энергия? Со 100 км в час до 80 км в час. Регистрационный журнал дозвола ETMK заполняется перед поездкой. Ваш автомобиль оборудован дополнительным двухступенчатым редуктором. Использование этого редуктора удваивает количество передач. В пневматической тормозной системе используют воздух. Использование ретардера горного тормоза предотвращает перегрев рабочей тормозной системы при длительном спуске. Какой дозвол ETMK зеленого цвета? Годовой. Какое учреждение выдает Carnet ATA предприятиям? Торговая и промышленная палата Латвии. Причиной видимых на рисунке повреждений покрышек является В результате старения образовались микротрещины, через которые влага прошла до слоя корда, вызвав его коррозию и дальнейшее отслоение протектора. Обязательно ли в случае перевозки опасного груза с накладной ЦМР указывать сведения о нем в накладной ЦМР? Обязательно указывать. Въезд в лужу на большой скорости может привести к Уменьшению видимости Попаданию воды в двигатель Аквапланированию Всему указанному Что должен проверить водитель автомобиля перед началом движения в зимнее время? Не образовался ли лед на крыше грузового отсека, который может упасть при движении? Какой дозвол ETMK желтого цвета? Краткосрочный Дозволы ETMK могут быть Краткосрочные Годовые Оба ответа правильные Какие правовые акты регламентируют правила размещения и крепления груза при транспортировке автотранспортом? Правила Кабинета Министров номер 166 Правила размещения и крепления груза при автоперевозках Закон об автоперевозках Государственные стандарты Правила дорожного движения Если у стоящего автомобиля на приборной панели горит индикатор низкого давления в пневматической тормозной системе, водителю автомобиля нельзя отпускать стояночный тормоз В холодное время года замерзание конденсата может вызвать закупоривание пневматической тормозной системы. Чтобы это предотвратить, регулярно выпускать конденсат из ресиверов и проверять общее состояние тормозной системы. Какие требования надо соблюдать при креплении транспортного средства, перевозимого на трейлере? Передача должна быть в положении, предусмотренном для стоянки автотранспорта. Перевозимый транспорт должен быть с включенным стояночным тормозом и с включенной пониженной передачей. Под колеса перевозимого транспортного средства надо положить подставку и ось закрепить строповочными ремнями. Надо соблюдать все вышеуказанные требования. Какие незамороженные продукты питания перевозят обложенными льдом? Рыбу, моллюски и ракообразные. Какие углы крепления груза надо соблюдать при диагональном способе крепления? Вертикальный угол альфа и горизонтальный угол бета. Как посчитать объем грузового отсека автомобиля типа фургон? Умножить длину грузового отсека на его ширину и его высоту. Конвенцию ЦМР применяют к договору международных грузовых коммерческих автоперевозок, если указанные в договоре места отправления и получения груза находятся в двух различных государствах. Использование механизма блокировки дифференциала улучшает проходимость автомобиля. Как меняется крутящий момент двигателя, когда водитель максимально загруженного состава транспортных средств увеличивает обороты двигателя за пределы зеленой зоны тахометра? Уменьшается. От чего больше всего зависит сила тяги, максимально возможная при определенной скорости, от мощности двигателя? Крутящий момент двигателя – это величина, измеряемая в коленчатом валу двигателя. Какой из факторов более всего влияет на сопротивление воздуха составу транспортных средств? Общая форма состава. В течение какого срока водитель транспортного средства должен подать в организацию, выдавшую карту водителя для цифрового тахографа, заявление о замене этой карты, если она повреждена, работает со сбоями, утеряна или украдена, в течение 7 рабочих дней. Надо ли переключать режим работы тахографа, если проводятся другие работы, которые не являются вождением транспортным средством? Надо переключать вручную. Можно ли в соответствии с регулой 561-2006 считать отдыхом время, проведенное водителем транспортного средства в пути, следуя на автобусе к месту, чтобы перенять управление транспортным средством? Нет. Во сколько самое позднее в соответствии с регулой 561-2006 водитель транспортного средства должен начать регулярный ежедневный отдых, если он начал работу в 8 утра? Регулярный ежедневный отдых должен начаться не позднее, чем в 21.00. По конвенции ЦМР перевозчик имеет право прекратить перевозку груза, передать груз другому перевозчику, увеличить сроки доставки по своему усмотрению. Выше перечисленных прав у перевозчика нет. Что изображено на рисунке? Техническая характеристика крепежного ремня. Как в транспортном средстве размещают отдельные части груза, имеющие острые окончания? Острыми окончаниями назад. Какую информацию необходимо сообщить спасательной службе? Имеются ли свидетели дорожно-транспортного происшествия? Информирована ли полиция? Выехал ли представитель страховщика или отказался выехать? Что и где произошло? Сколько пострадавших? Какая помощь необходима? Правильный первый-третий ответ. Надо ли собственнику транспортного средства, не претендующему на возмещение ущерба, письменно сообщать о ДТП своему страховщику ОЦТА? Надо сообщать письменно в случае, если ДТП зафиксировано государственной полицией. Работа тахографа в зеленом секторе уменьшает расход топлива, снижает выброс выхлопных газов, продлевает ресурс работы двигателя и других агрегатов трансмиссии. Все вышеупомянутое. Договор ОЦТА вступает в силу с момента подписания договора, если в страховом договоре не определено по-другому. Что не способствует снижению расхода топлива? Стараться не двигаться накатом. Выброс в атмосферу углекислого газа СО2 больше всего зависит от расхода топлива. Автомобильное масло, попадая в окружающую среду, вызывает длительное сильное загрязнение окружающей среды и водоемов. Период распада автомобильных покрышек в природных условиях – более 500 лет. Какие требования надо соблюдать при замене колес или покрышек транспортного средства, оборудовано тахографом? Нельзя изменять внешний диаметр колес ведущего моста транспортного средства. Можно ли без карты водителя для цифрового тахографа управлять транспортным средством, оборудованным цифровым тахографом? Можно управлять без каких-либо технических проблем. Каким транспортным средством необходима лицензионная карточка для осуществления грузовых коммерческих перевозок по территории Латвии? Грузовым фургонам независимо от их полной массы. Какая из сил воздействующих на груз не изменяется во время его перевозки в грузовом отсеке автотранспортного средства? Сила трения. Надо ли водителю транспортного средства, перевозящему разделенный груз, после выгрузки части груза оставшуюся часть снова закрепить? При выгрузке части груза оставшуюся часть надо снова закреплять. Расход топлива наиболее зависит от силы сопротивления воздуха. Что произойдет с транспортным средством, оборудованным цифровым тахографом, когда время непрерывного вождения составит 4 часа 20 минут? Тахограф предупредит водителя транспортного средства, что надо делать перерыв. Какова продолжительность еженедельного времени вождения в соответствии с регулой 561-2006? 56 часов не превышая еженедельное время работы, установленное нормативными актами. Нужно ли при осуществлении перевозок экипажем, состоящим из двух водителей транспортного средства, оборудованное аналоговым тахографом, при смене водителя переставлять тахограммы местами? Надо менять. Блокирование механизма дифференциала используют при движении по бездорожью. Какова разница между удельным расходом топлива и расходом топлива литры на 100 километров? Удельный расход топлива у двигателя, литры на 100 километров у автомобиля. Из скольких экземпляров как минимум должна состоять накладная ЦМР? 3. Что такое Carnet Ata? Международный таможенный документ о временном ввозе определенных товаров. Что такое Carnet Tir? Документ, удостоверяющий международное поручительство выполнения процедуры транзита, который выдает Латвийская ассоциация международных автоперевозчиков Латвия Сауто. Надо ли водителю принимать во внимание план размещения груза, собирая и осуществляя перевозку разделенного груза? Надо. Расход топлива при скорости 60 километров в час меньше, чем при 90 километров в час, так как двигатель выполняет меньшую работу по преодолению сопротивления воздуха. Каким должен быть вертикальный угол альфа при закреплении груза обвязкой? По возможности ближе к прямому углу. При разгрузке самосвала надо обратить особое внимание, чтобы автомобиль был заторможен и не мог перемещаться, на неровность поверхности, на стабильность грунта под автомобилем, на все вышеперечисленное. Инерцию транспортного средства целесообразнее всего можно использовать, заранее предусматривая необходимость снизить скорость. Карточка водителя для цифрового тахографа – собственность водителя транспортного средства. Водитель состава транспортных средств из соображений безопасности дорожного движения особое внимание должен обратить на техническое состояние сцепного устройства. Какая из сил, действующих на автомобиль, больше всего увеличивается при увеличении скорости движения? Сила сопротивления воздуха. Размещая груз в грузовом отсеке автомобиля, надо принимать во внимание следующие условия. Соблюдение нагрузки на ось. Груз располагает по возможности ниже. Центр тяжести груза располагает как можно ближе к осевой линии грузового отсека. Груз размещает по возможности равномерно по всей площади пола грузового отсека. Все вышеперечисленное. Замер высоты протектора автомобильных покрышек производят в средней части покрышки. Во время проверки технического состояния автомобиля перед выездом вы обнаружили утечку воздуха в тормозной системе. Ваши действия. Будете ремонтировать повреждения или на эвакуаторе доставите автомобиль к месту ремонта. Использование ретардера горного тормоза предотвращает перегрев рабочей тормозной системы. Данный износ покрышек происходит в результате повышенного давления в колесах. Использование горного тормоза может вызвать потери управляемости автомобилем, так как на обледенелой дороге могут заблокироваться ведущие колеса. По договоренности АТП специальным оборудованием для перевозки скоропортящихся продуктов питания считается теплоизоляционные устройства, холодильное оборудование, механическое холодильное оборудование, обогревающее оборудование. Используя корнет АТА, чаще всего ввозят выставочные экспонаты, образцы товаров, необходимые для работы инвентарь. Меньше вредных отработанных газов выделяет автомобиль, отвечающий требованиям Евро-5. Какие автомобильные жидкости могут нанести вред окружающей среде? Моторное масло, охлаждающая жидкость, аккумуляторный электролит. Все вышеупомянутое. Выброс СО2 не уменьшает использование катализатора. Работа двигателя в красном секторе тахографа свидетельствует о неэкономичном и неблагоприятном для двигателя режиме работы. Что надо предусмотреть при разгрузке стоящего на опорах полуприцепа? При разгрузке прицепа спереди-назад он может перевернуться. На увеличение расхода топлива в горной местности больше всего влияет, больше энергии расходуется в тормозной системе. Как оформляется транспортное средство, занимающееся международной грузоперевозкой в соответствии с конвенцией ТИР? На транспортное средство или контейнер, в котором перевозят товары в соответствии с конвенцией ТИР, устанавливаются таможенные пломбы и прикрепляется табличка ТИР. В соответствии с регулой 561-2006, время которое второй водитель транспортного средства при осуществлении перевозки экипажем из двух водителей провел в транспортном средстве, не управляя им, считается временем присутствия на рабочем месте. То во время проверки транспортного средства может открыть грузовой отсек автомобиля, на котором установлены таможенные пломбы, сотрудник таможни составив акт и установив свои пломбы. При увеличении скорости автомобиля с 40 км в час до 90 км в час, сила сопротивления качению обычно немного возрастает. Сопротивление качению автомобилям больше всего зависит от массы автомобиля. При движении грузового автомобиля с постоянной скоростью больше всего топлива расходуется на преодоление сопротивления качению. Остановочный путь – это участок дороги, пройденным автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до его полной остановки. Тахограф фиксирует режим работы водителя, пройденное расстояние, скорость движения автомобиля, все вышеперечисленное. Охлаждающая жидкость двигателя – токсичное, опасное для жизни и здоровья вещество. При увеличении оборотов двигателя его мощность при полной подаче топлива увеличивается, при самых больших оборотах достигает максимума и падает. Больше всего общая аэродинамическая форма состава транспортных средств влияет на расход топлива автомобиля. Начинает ли цифровой тахограф при остановке транспортного средства автоматически регистрировать выполнение других работ? Через одну минуту тахограф сам автоматически переключится. Каботажные перевозки с дозволом ЕТМК запрещены. На какой максимальный срок выдается карточка водителя для цифрового тахографа? На 5 лет. Как водитель транспортного средства может сократить время разгрузки при перевозке раздельного груза? Раздельный груз надо загружать в соответствии с последовательностью его выгрузки. Имеет ли право инспектор задержать снять номерной знак транспортного средства во время контроля транспортного средства на дороге? Такое право есть в случаях, если обнаружены существенные недостатки или повреждения, угрожающие окружающей среде, здоровью людей, жизни людей или безопасности дорожного движения. Кто имеет право производить контроль технического состояния транспортного средства на дороге? Сотрудники автотранспортной дирекции, сотрудники дирекции безопасности дорожного движения. Упомянутые во втором и третьем ответах. По конвенции ЦМР отправитель имеет право потребовать прекратить перевозку груза, передать груз другому получателю, изменить место доставки груза. Все вышеперечисленные действия. Надо ли делать какую-либо отметку в накладной ЦМР, если автоводитель не присутствовал при погрузке груза? Если автоводитель не присутствовал при погрузке и закреплении груза, тогда надо делать отметку в 18-м пункте накладной ЦМР во всех экземплярах. Что способствует уменьшению вредного воздействия движения транспортных средств на окружающую среду? Соблюдение определенного числа оборота двигателя и его нагрузок. Кто возмещает убытки при наступлении страхового случая ОЦТО? Страховщик, застраховавший гражданско-правовую ответственность собственника виновного транспортного средства. Можно ли использовать любые тахограммы для аналоговых тахографов? Можно использовать только те тахограммы, на обратной стороне которых имеется маркировка, соответствующая конкретному тахографу. Имеется ли определенный образец накладной ЦМР? Нет. Горный тормоз, ретардер, независимая тормозная система, предусмотренная для длительного торможения. Если автомобиль, оборудованный пневматической тормозной системой, долго не эксплуатировался, перед началом движения вручную нужно выпустить конденсат из ресиверов. Как часто водителю надо проводить оценку технического состояния автомобиля? Каждый день. Какая опорная система изображена на рисунке? Пневматическая опорная система. Электромагнитный ретардер создает тормозящий эффект в трансмиссии. Требуется ли вызывать полицию после заполнения согласованного сообщения? Это зависит от законодательства конкретной страны. Если при торможении автомобиля слышится металлический звук и характерный скрип, это свидетельствует о стертых тормозных накладках. При увеличении скорости автомобиля в 2 раза, сила сопротивления воздуха возрастает примерно в 4 раза. Расход топлива в населенном пункте обычно больше, чем за городом, так как автомобиль чаще тормозит и останавливается. Двигатель не характеризует расход топлива литры на 100 км. Наибольший крутящий момент в трансмиссии автомобиля – на колесах. Какие величины используются при расчете количества ремней при закреплении груза обвязкой? Силу тяжести груза, коэффициент сцепления груза с поверхностью полугрузового отсека, допустимую силу натяжения ремня и вертикальный угол закрепления груза. Правильные первые и третьи ответы. При перевозке жидкости в цистерне наибольший риск потерять контроль над управлением автомобилем существует, если цистерна заполнена частично. Разрешается ли производить перевозку в Грецию с дозволом ЕТМК, если на нем имеется красная печать с перечеркнутыми буквами GR? Не разрешается. Не возвращаясь в страну регистрации с дозволом ЕТМК, можно выполнять не более трех поездок с грузом. Должен ли водитель при смене транспортного средства брать с собой тахограммы за предыдущие 28 дней? Должен. Может ли быть прерван период еженедельного отдыха для заезда или съезда транспортного средства с парома или поезда? Нет. Может ли быть прерван период регулярного ежедневного отдыха для заезда или съезда транспортного средства с парома или поезда? Этот период можно прерывать другими действиями не более двух раз, что в сумме не должно превышать один час. При расчете общей грузовой вместимости фургона не надо учитывать длину автомобиля. Управляя автомобилем, собственная масса которого 9 тонн, по мокрому асфальтобетонному покрытию и перевозящему груз массой 3 тонны, насколько увеличится остановочный путь по сравнению с автомобилем без груза? Значительно не изменится. Какой вид крепления груза изображен на рисунке? Крепление груза обвязкой. Сколько ремней нужно при креплении груза обвязкой? Два ремня. Жидкость Эдблу применяется, чтобы уменьшить выбросы окиси азота. У энергосберегающих покрышек пониженное сопротивление качению. Целью конвенции ТИР является признание единой системы организации международного таможенного транзита. Разрешается ли перевозить незамороженную дичь согласно договоренности АТП? Разрешается. Действует ли дозвол ЕТМК, если во время перевозки пересекается территория третьей страны, не являющейся участником ЕТМК? Действует. Если перевозка производится составом транспортных средств, в котором страна регистрации тягача отличается от страны регистрации прицепа или полуприцепа, необходим дозвол ЕТМК, выданной страной регистрации тягача. Я зачитал вам 170 вопросов и ответы на них. Остальные вопросы я озвучу уже в следующем видео. Надеюсь, это видео будет для вас полезным и вы подчеркнете отсюда необходимую для вас информацию. Если это видео понравилось, поставь большой палец вверх, а также не забудь подписаться на канал и нажать на значок колокольчика, чтобы получить уведомления о выходе новых видео на канале. До следующего видео.